Что теперь получается? Ракеты атакам съесть, теперь будут их около тысячи. Если орки задумали какие-то страшные действия против американцев, натовцев, против украинцев в связи с теми планами, которые они предполагают сейчас ВСУ начнут осуществлять, то есть соответствующие планы или возможности для ответных действий. Вот я вам скажу так, по большому счету, я к этому не призываю пока, но по большому счету, что произошло буквально за последнее время? Украина приобрела грязную атомную бомбу, приобрела оружие судного дня. Я имею в виду и эти ракеты Атакамс, а также другие ракеты, о которых я вам рассказывал, о которых пока еще не говорят, вернее как, они сами за себя заявят, о себе заявят на полях сражений. Но дальность их больше, чем ракет Атакамс. Ну и я имею в виду наличие объекта под названием Воронеж-45, Воронежской области. Извините. Кто не помнит, напомню. Помню, когда Пригожин совершал марш-бросок из Ростовской области в Москву во время своего мятежа. Там возникла такая кризисная ситуация в Кремле, когда его отряд двигался по Воронежской области и оказался неподалеку от объекта Воронеж-45. Это тот объект, на котором, как предполагается, хранятся российские ядерные тактические боезаряды. И тогда, значит, был буквально оцепенение и ужас, и трепет в Кремле, что вот сейчас Пригожин повернет то ли направо, то ли налево, захватит эти боеголовки, и все. И тогда все. Ну, Пригожин это не сделал, для него это плохо закончилось. Но вот теперь этот Воронеж-45 находится в зоне поражения украинских ракет. И вот вам ядерная бомба, грязная, грязная, оружие судного дня. То есть, я не призываю, конечно, завтра применить эту или использовать эту ядерную бомбу. Но вот есть оружие судного дня. Как предполагается, у Израиля есть атомная бомба. И как об этом говорят, в осенью 73-го года была на полях сражения такая ситуация, что казалось, поражение Израиля неминуемо. Там шла танковая битва, соответствующая, и в случае прорыва танковых колонн Египта и Сирии мог быть захвачен Тель-Авив. И всё тогда, конец Израиля. И Голда тогда, Голдомейр дала указание подготовить, Большая Даяна дала указание подготовиться к применению вот этого оружия судного дня. То есть, атомную бомбу. Они, израильтяне, не собирались сдаваться, они не собирались сдавать свою страну, они ставили вопрос так, как после об этом заявили орки. Если не будет Израиля, то тогда не будет его врагов. А вот в нынешней ситуации, в ходе полномасштабной российской агрессии против Украины, вы, наверное, слышали, были заявления, они исходили из самого Кремля, от Бледной Моли. Типа, когда он пугал ядерным оружием, типа, зачем нам мир, если там не будет России. И он объяснял, вот почему Россия применит ядерное оружие, если будет поставлено на карту её существование. Ну, теперь, теперь так, по большому счёту, и Украина могла бы без крику, без шуму, только это не должен делать Буданов. Это как-то так должно, скорее всего, быть доведено по дипломатическим, по военным каналам. Вот аналогичная мысль. Зачем нам существующая Раша, если рядом не будет Украины?